Жители городского округа Люберцы приняли активное участие в акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Товары первой необходимости принимали в школах и гимназиях. С теми, кто совершил доброе дело, пообщались мои коллеги. Несмотря на выходной день, 24-я гимназия заполнена людьми. Кроме учителей и школьников, здесь жители ближайших домов, которые узнали о благотворительной акции, направленной на помощь жителям Донбасса. Многие пришли сделать доброе дело вместе с детьми. Мы своих не бросаем, постараемся поддерживать, чем можем. Я понимаю, как сейчас сложно всем жителям, которые сейчас в Донбассе. И мне прям очень сильно хочется помочь. Я бы хотела пожелать, чтобы они никогда не сдавались и продолжали жить в радости. Акция «Доброе дело» проходила в школах городского округа Люберцы на протяжении всей недели. Сегодня заключительный день проекта. Такую инициативу проявили школьники Подмосковья. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На всех точках по сбору гуманитарной помощи работали волонтеры. Мы получаем эту гуманитарную помощь. Здесь ее распределяем по категориям. Это консервы, это средства личной гигиены. И потом это все в дальнейшем формируется в коробке и отправляется в Ростовскую область. Важно помогать друг другу, нуждающемуся. Каждая помощь сейчас цена для каждого. Свою лепту в «Большое доброе дело» внесла и заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова. Совместно с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким она посетила пункт сбора гуманитарной помощи. Вместе с предметами первой необходимости передала маленьким жителям Донбасса письма от детей сотрудников дорожно-транспортного комплекса. Это рисунки или письма. Они желают мирного неба, желают детям быть со своими родителями, желают приехать в гости и предлагают встречаться. Акция здесь проходит на высоком очень уровне. Созданная атмосфера как бы и праздника, и очень трогательно, что люди идут сюда. Наши жители очень трепетно и очень внимательно отслеживают, что происходит. Ну, волнуются, естественно. Я и со многими местами говорил. Наши люди очень небезразличны. И вот все вот эти дни, в принципе, кто чем может, тем как бы стремится помочь, сформировать какой-то свой, какой-то пакет помощи. За неделю жители городского округа Люберцы собрали более трёх тонн гуманитарной помощи. Ценный груз будет доставлен до адресатов в ближайшее время.